Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главные темы дня. Очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении. В центре обсуждения деятельность комиссии Республики Западной Армении в ООН. В оккупированных Шуши и Бердзори азербайджанцы проведут ярмарку вакансий. Неркинхант с трех сторон окружен азербайджанскими вооруженными позициями Татуян. В Париже с законодателями Франции обсуждены нарушения прав армян Азербайджанам и механизмы защиты. Баку обвиняют в проармянской позиции критикующих ситуацию прав человека в стране Фрэнк Швабек. Патриархат Иерусалима выигрывает судебный процесс о возвращении крупных имений в Турции. Низкие цены и обильный урожай. Сбор урожая картофеля в Ахалкалаки. 9 октября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Повестку дня представила председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян. В первой части были обсуждены деятельность комиссии Национального собрания Республики Западной Армения и механизмы отчета. Во второй части выступил председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. 17 и 18 октября с трибуны ООН Арменак Абрамян представит коренной народ Западной Армении и Национальное собрание коренных народов Республики Западной Армения. В завершении участники заседания обсудили ряд текущих вопросов. В оккупированных Шуши и Бердзоре азербайджанцы планируют провести ярмарку вакансий. Как передают азербайджанские СМИ, инициатива организована при поддержке специального представителя Алиева. На ярмарке вакансий азербайджанцы представят вакансии и прочие программы, продолжая свой вандализм на оккупированных армянских территориях. Село Неркинханд Капанской общины в Восточной Армении с трех сторон окружен более чем двумя десятками азербайджанских вооруженных позиций. Здесь оккупировано 2700 гектаров территории Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший защитник прав человека Армении Арман Татуян. Мы зафиксировали дополнительные факты преступлений Азербайджана в отношении жителей Неркинханда с доказательствами. Тысячи деревьев вырублены в государственном заповеднике Шикагох, Армении. Строительство военных дорог протяженностью в десятки километров. Установка многочисленных мин на примере второй азербайджанской позиции, лишение жителей питьевой воды, вооруженные позиции в непосредственной близости от гражданских домов и т.д. Азербайджан проводит мероприятие КОП-29, касающееся окружающей среды, в то время как сам разрушает окружающую среду Армении. Эти факты должны быть по возможности представлены на мировых платформах, продемонстрировав истинное намерие Азербайджана. 8 октября Арман Татуян, Артак Бегларян и Гарник Герконян в Париже встретились с членами Национального собрания и Сената Франции. В ходе встреч были представлены доказательства преступления Азербайджана в Арцахе. Вопросы освобождения армянских пленных и заложников также права на возвращение коренного народа Арцаха в контексте решения Международного суда ООН. Также были обсуждены факты оккупации со стороны Баку в приграничных районах Восточной Армении. Преступления Азербайджана, включая политику геноцида, блокады, уничтожение духовного наследия армян и экологический ущерб. Делегация выразила признательность законодателям Франции за поддержку. Говоря о результатах обсуждений с ситуацией с правами человека в Баку, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Германии Франк Швабе отметил, «Не следует смешивать разные проблемы. Баку пытается отвлечь внимание, смешивая внутренние вопросы с региональными конфликтами». Напомню, в январе текущего года Швабе предложил в ПАСЕ обжаловать полномочия азербайджанской делегации. В результате они были отстранены на год. Швабе подчеркнул, ПАСЕ должен сосредоточиться на вопросах демократии и прав человека внутри Баку. В противном случае правительство Баку попытается манипулировать, отвлекая внимание. Добавив, в случае голосования большинство потребовало бы, чтобы Азербайджан оставался верным ценностям организации. В 2012 году армянский патриарх Ат-Ирисуалима подал иск на Турцию, оккупированную Западную Армению, с требованием вернуть более тысячи своих имений, конфискованных в 1973 году. После десятилетних судебных разбирательств 4 октября 2024 года армянская газета Константинополя АКО сообщила, в фонд армянской церкви Мар Якуб Турции оккупированная Западная Армения получил статус юридического лица, что является большой победой для патриархата. Иск патриарха Иерусалима Нурхана Манукяна поначалу в турецких судах был отклонен. Позже Конституционный суд страны наконец подтвердил, что права патриархата были нарушены. Турецкий адвокат Али Эльбей Оглу отметил, патриархия может назначить гражданина Турции для управления своим имуществом или управлять им из Иерусалима. Конфискованное имение на протяжении долгих лет продавалось третьим лицам без какой-либо компенсации. Какую компенсацию получит патриархия за уже проданные имения не ясно. Арут Сасунян для обеспечения прозрачности предлагает сформировать Международную комиссию для контроля за управлением имений. Сбор урожая картофеля в Ахалкалаке продолжается. Однако фермеры сталкиваются с проблемами низких цен и нехватки рабочей силы. Несмотря на обильный урожай этого года, цена на картофель составляет 50 тетри, что затрудняет возмещение затрат. Сельчане надеются, что продукция также будет экспортироваться в Россию, что приведет к росту цен. Фермеры обеспокоены отсутствием государственного регулирования сельского хозяйства, несмотря на высокое качество урожая. Это препятствует долгосрочному развитию. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Продолжение следует...